Здравствуйте, у микрофона Ольга Балезина. Это наш новый проект, в котором мы будем разбираться, что делать, если в нашей жизни произошло ЧП. Бывает такое, к сожалению, что случается непредвиденное, неприятное, и мы к этому не готовы. Так вот, чтобы не встретить какие-то неожиданности безоружными, нам поможет эксперт, директор независимой экспертно-оценочной корпорации Сергей Копанев. Будем разбираться, что делать, если... Добрый день. Добрый день. Сегодня мы говорим о затоплениях. Сергей, почему? Наступает период активных затоплений, наступает осень, значит, близится пора подключения тепла в квартиры, и в связи с этим увеличивается количество затоплений. Вы прямо это наблюдаете по статистике? Да, каждую осень прослеживается определенный период, когда начинается подключение тепловой энергии, те приборы или сети, которые изношены, они начинают активно течь. Ну и в результате ЧГО, значит, увеличивается количество затоплений квартир. Давайте тогда попробуем дать нашим слушателям пошаговую инструкцию, что делать. Вот мы приходим домой и понимаем, что оно произошло, у нас затопило. Первое, что делать? В первую очередь, что нужно сделать, значит, обнаружить, откуда бежит или откуда топит. Это либо, значит, коммуникации, расположенные в своей квартире, если вода не бежит сверху. Если вода бежит сверху, то это либо коммуникации в квартире соседей, либо общедомовое имущество, которое расположено выше, чем ваша квартира. Поэтому необходимо в первую очередь определиться с тем местом, откуда происходит затопление. Если, значит, место протечки находится в своей квартире, необходимо принять меры по устранению протечки, то есть перекрыть краны, которые имеются, если это возможно. Если затопление происходит из квартиры, расположенной выше, необходимо сразу же подняться к соседям, сообщить им, что они вас топят. Да, бывает такое, что они не в курсе. Попытаться вместе с ними, опять же, устранить протечку, если это возможно. Если устранить причину протечки невозможно, необходимо сразу же звонить в аварийную службу. Телефоны аварийных служб, которые нужно, наверное, знать и иметь под рукой, это аварийная диспетчерская служба Кировской коммунальной системы 3707-36, Кировская теплоснабжающая компания 514100, аварийная служба водоканала 6486-80, и в Новоавятском районе служба водоканала телефон 31677. Вот это те телефоны, которые необходимо всегда иметь под рукой. То есть даже не управляющая компания, а сразу вот кто-то... В первую очередь в аварийную службу. А потом уже в управляющую компанию, которая обслуживает ваш дом, чтобы они послали специалистов, во-первых, для устранения причины и для обнаружения причины протечки. А есть какие-то, не знаю, ключевые слова, которые мы должны сказать в телефонном разговоре, чтобы как-то ускорить визит специалистов, например? Я не знаю таких слов, которые... То есть они на затопление сразу реагируют? В любом случае, да, на аварию в инженерных системах дома они должны реагировать незамедлительно для того, чтобы ущерб минимизировать в первую очередь. Ну и для того, чтобы устранить причину протечки. Ну и в течение какого времени они примерно приезжают? Все зависит, опять же, от человеческого фактора. В нашем случае приезжать должны незамедлительно. Ну, в течение часа, например. В течение часа, например. Было бы хорошо. Так, мы позвонили, вызвали этих господ. Они к нам приехали. Мы что-то можем во время ожидания еще предпринять, кроме того, что закрыть, устранить, попытаться причину утечки? Безусловно, для минимизации ущерба необходимо, ну, каким-то образом обезопасить свое имущество от последствий затопления. То есть, если бежит сверху, ну, необходимо либо каким-то образом закрыть, поднять с пола куда-то, унести в те помещения, в которых нет затопления, то имущество, которое представляет наибольшую ценность. Дальше, значит, если соседи сверху дома и топят от них, ну, наверное, попробовать помочь им справиться с этой проблемой. Значит, либо помочь устранить, либо, ну, опять же, минимизировать ущерб. То есть, убирать воду, которая бежит. Чтобы соседей снизу еще не затронули. Ну, и предупредить соседей снизу, да, в любом случае, что затопление либо от вас происходит, либо от соседей сверху. А с электричеством что делать? Отключить электричество на щите, выключить автоматы, чтобы избежать поражения электрическим током. Так, значит, мы все, допустим, спасли, что можно было, и самые ценные вещи, к нам приехали ремонтные бригады, но мы понимаем, что с домом, с нашим, ну, теперь еще... С квартирой причинен ущерб. Да, причинен ущерб, нужно что-то с этим делать. Мы его должны зафиксировать. В первую очередь, зафиксировать нужно не сам ущерб, а зафиксировать факт состоявшегося события, то есть факт протечки. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и попросить их составить акт о затоплении, в котором будет указан сам факт протечки и причина этой протечки. Это в тот же день мы должны уйти? Да, да, да. А помогут ли нам фотографии, сделанные на телефон? Вот, всего того, что произошло. Безусловно, да. Можно на телефон фиксировать, можно на фотоаппарат или видеокамеру зафиксировать случившийся факт, чтобы в дальнейшем при каких-то спорных ситуациях можно было подтвердить то, что факт затопления действительно был. Пришла управляющая компания, выдала нам документ. Что мы делаем дальше с ним или не с ним? А далее необходимо, ну, наверное, определить стоимость ущерба для того, чтобы впоследствии можно было эту сумму ущерба взыскать с виновной стороны. Либо в добровольном порядке ее возместят, либо, если в добровольном порядке, значит, договориться не удастся, тогда можно было обратиться в суд. Для того, чтобы определить сумму ущерба, необходимо обратиться к специалистам этой экспертной организации. Чтобы определить стоимость восстановительного ремонта квартиры, необходимо составить заключение эксперта о стоимости восстановительного ремонта, либо определить стоимость ущерба, который причинен личному имуществу. То есть это два разных запроса эксперту, да, мы делаем? И то, чтобы два разных запроса. Обычно в экспертных организациях есть и те, и другие специалисты. В данном случае речь идет о двух видах экспертиз. Стоимость восстановительного ремонта квартиры относится к строительной технической экспертизе, а стоимость ущерба, причиненного имуществом, относится к товаровической экспертизе. Поэтому в данном случае, значит, должны работать либо два эксперта по специальности строительной и товаровической, либо специалист, который, значит, имеет допуски производства экспертиз и по той, и другой специальности. Но это может быть одна экспертиза? Это может быть одно заключение, безусловно. Одно заключение. Для него обязательно показывать вот эту еще бумагу из управляющей компании или к нему прикладывать о факте, о происшествии, если мы впоследствии собираемся обращаться в суд. Или нам достаточно вот одного этого заключения, потому что суд влияет там эксперту, он все видел, оценил? Нет. Эксперт приходит обычно уже через неделю, через 10 дней после случившегося. А почему так? Потому как все следы затопления наиболее сильно проявляются только через данный период времени. Если мы придем в квартиру сразу же после затопления в этот же день, мы увидим только мокрые пятна на стенах, на потолке, где-то, может быть, на полу. А наибольшая степень повреждений проявляется, когда начинается высыхание конструкции, материалов, которые повреждены и залиты водой. Тогда происходит разбухание. Допустим, тот же ламинат, он разбухает не сразу же при затоплении, а через пару-тройку дней. Только лишь темные пятна на стенах и потолке в наибольшей степени проявляются где-то только через неделю, опять же, только после высыхания. Стоит ли пытаться в таком случае что-то устранить? Потому что жить в промокшей квартире, наверное, не очень приятно, но в ожидании экспертов, естественно, захочется что-то сделать. В любом случае владельцам квартиры нужно постараться минимизировать свой ущерб, то есть убрать всю воду или какую-то иную жидкость с поверхностей оттуда, откуда можно убрать. То есть не оставлять ее до прихода эксперта, а убрать. Эксперт придет и увидит следы. По этим следам он определит, в любом случае, каков причинен ущерб. И с этим экспертным заключением, кстати, долго оно готовится? В нашей организации заключение готовится порядка двух-трех дней с момента осмотра имущества. И мы можем уже с этим документом идти, наверное, в суд или можно без суда попробовать принести его, допустим, соседям или другим виновникам происшествия и показать, и договориться. Как бывает? Начинать в любом случае нужно, наверное, не с суда, нужно начинать с обращения к виновной стороне. Значит, вы получили на руки заключение эксперта, в котором указана сумма ущерба причиненного квартире. Это стоимость остановительного ремонта и стоимость ущерба причиненного имуществу. Если виновное лицо это соседи, либо управляющая компания, не реагирует на обращение, ну тогда, наверное, стоит обратиться в суд за возмещением ущерба в судебном порядке. То есть управляющая компания в принципе тоже может прореагировать просто на обращение гражданина? Да, есть такие управляющие компании, которые по заявлению собственников жилья в добровольном порядке выплачивают ущерба причиненный по вине управляющей компании. А сколько обычно без судебного разбирательства приходится ждать от управляющих компаний? В течение месяца они должны отреагировать на заявление. Если после этого времени никаких действий со стороны управляющей компании не происходит, тогда необходимо обратиться в суд. Как часто удается вашим клиентам деньги получить? Потому что одно дело мы знаем там решение судебное, другое дело наличие каких-то денег для выплат компенсации у виновной стороны. Ну, в большинстве случаев ущерб удается взыскать, если управляющая компания либо физические лица не являются банкротами или неплатежеспособными, тогда ущерб удается взыскать в полном объеме. А если нет? А если нет, тогда все гораздо сложнее. Судебные приставы? Судебные приставы, да, и малыми суммами когда-то, может быть, все вернется. А можно сделать самим ремонт, а потом выставить счет? Можно сделать и самим ремонт, да, возможно, такой вариант. Ну, хотел уточнить, вот вычисляется стоимость восстановительных работ, исходя из чего? Как оцениваются материалы? Определяется рыночная стоимость материалов, которые необходимы для ремонта, и рыночная стоимость работ, которые будут выполняться. А кто решает, вот ламинат я буду класть подешевле или подороже, например? Какой тут учитывается? Значит, в соответствии с законодательством ущерб должен быть возмещен в том объеме, в котором он причинен. То есть, материалы, которые мы будем использовать для восстановительного ремонта, принимаются того же уровня, той же ценовой категории, которые были использованы собственником до того, как все случилось. Подводя денький итог, в надежде на то, что если вдруг в нашей жизни случится затопление, мы уже будем знать, что делать. Перекрыть воду, вызвать аварийные службы, вызвать управляющую компанию, чтобы она зафиксировала сам факт затопления, вызвать спустя неделю или 10 дней экспертов для того, чтобы выяснить, сколько стоит все это восстановить и жить, продолжать в нормальном доме. Да, все верно. Расскажите, в конце передачи еще мы хотим слушателям рассказать, представить некий кейс для того, чтобы было понятно, в какие сроки, какие суммы восстановления ищерба после затопления выливаются. Процесс достаточно длительный. Значит, из нашей практики в случае весной, в апреле месяце обратилась женщина, значит, произошло затопление по вине управляющей компании, утечка на аварийном трубопроводе общедомовых коммуникаций, было повреждено помещение кухни, ванной, туалета и коридора. Это примерно сколько квадратов? Это примерно где-то порядка 18 квадратных метров общей площади было затоплено. Комнаты при этом не пострадали. Значит, стоимость восстановительного ремонта квартиры при этом составила порядка 45 тысяч рублей. получив на руки заключение женщина обратилась в управляющую компанию с заявлением о выплате причиненного ущерба. Управляющая компания в выплате отказала. Значит, далее она обратилась к юристам, которые имеются у нас в штате и значит совместно с юристом составив исковое заявление обратились в суд. В судебном порядке сумма ущерба была взыскана в полном объеме с управляющей компанией. Значит, получив на руки через два месяца после вынесения судебного решения исполнительный лист, опять же совместно с юристом обратились к судебным приставам и взыскали всю сумму с управляющей компанией. Сколько времени в целом потребовалось и затрат со стороны женщины, потому что все это и суд, и эксперты это тоже вещи платные. Значит, стоимость услуг эксперта составила в данном случае 3,5 тысячи рублей, стоимость услуг юриста на представление интересов 10 тысяч рублей, все эти расходы были взысканы в полном объеме с управляющей компанией. Плюсом к тем 45 тысяч которые были необходимы для восстановления квартиры. И по времени это заняло около 3,5 месяцев. То есть сейчас она уже возможно завершила все ремонтные работы. Я думаю, что да. Но это очень быстро. Бывают случаи гораздо сложнее. и на моей памяти есть случаи по затоплению, когда судебное разбирательство и последующее получение выплаты длились более полугода, наверное, около 9 месяцев. А в чем там была сложность? Сложность была в том, что если в первом случае суд не стал назначать судебную экспертизу, был приглашен эксперт в судебное заседание допрошен по поводу случившегося события и вынесено решение на основании нашего заключения, то в следующем случае была назначена судебная экспертиза. Судебная экспертиза была оспорена одной из сторон, была назначена повторная экспертиза, и поэтому время растянулось. мы будем надеяться, что если вдруг чего, конечно, никому не желаем в жизни нашей, наших радиослушателей произойдет, затопление все будет быстрее гораздо происходить, ну и инструкции мы уже почти запомнили. Спасибо, в нашей студии был директор независимый экспертно-оценочной корпорации Сергей Копнев и Ольга Близина. Спасибо, до свидания.